Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас в городе курорте Анапа на календаре 1.06.2022 год. Всех поздравляю с первым днем лета, с днем защиты детей, ну и с жарой в Анапе. Сейчас показывают на градуснике плюс 29 и это в тени. Солнце шпарит просто не по-детски. Мы находимся на речке Можипсин, пляж Можипсин. Я сейчас вам расскажу и покажу все, что здесь изменилось. Хочу сразу расстроить всех, кто любит море без водорослей. Водоросли в нем есть. Уже сказали где-то метров 15 от берега, но мы сегодня пролетим на квадрокоптере и посмотрим, есть ли вообще где-то чистые берега или нет в этом районе. Так что приятного просмотра, блиц-обзор, погнали! Первое, что хочется отметить, что канал почистили от камыша, то есть он вот так теперь выглядит. Здесь плавает огромное количество рыбы, я прям видел большие такие караси и припарковаться теперь здесь будет сложнее, потому что вместо парковки перед самым пляжем здесь поставили такие вот реле. Продолжают увеличивать количество шалманов, вместо того, чтобы поставить скамейки, сделать больше озеленения, как говорится. Зачем нам это, когда мы можем зарабатывать бабки? Ну и сейчас мы пойдем с вами на пляж Лагуна. Здесь еще не все виды благоустройства вывезли на пляж, поэтому все только еще начинается, но уже работает. Как минимум, поставили шлакбаум и не все машины могут туда заезжать. Это на самом деле прям очень хорошо. Пляж называется Лагуна. Здесь есть мусорка, прям не на пляже. С этой стороны это хорошо. Вот сюда, кстати, можно зайти в тенечек, поставить палатку и кайфовать, ребята. Там места просто супер шикарные. В этом году мы видим, как продолжают тут уничтожать дюны. Подрезали, сделали печаль. Прям выглядит обидно на это смотреть, на самом деле. Потому что не столько росли, столько корней, прям погибло из этого всего. Руссенька, ну я так понимаю, что арендаторы как раз таки пляжа Лагуны все это и организовывают. Может увидеть, сколько корней в деревьях подсыпано. Где наша природоохранная, Зазово-Черноморская прокуратура, честно, вообще не знаю. Ну и все сделано для того, чтобы здесь могли проезжать рядышком автомобилей. И была вот такая вот дорожка. А, кстати, еще не отметил. Смотрите, с левой стороны сделали мостик, переход через речку. То есть теперь не надо будет обходить далеко, даже если она будет проистекать. А я, честно, всю жизнь тут ходил по песочку. Мне было по кайфу. То есть и сейчас я, наверное, этим же буду самым заниматься. Правда, здесь песок подушатали. Это выглядит печально. Огромное количество рыбок можем увидеть. Прям собираются в ямке, прячется от меня. Прям как будто в детстве. Такие же воспоминания, что все прям очень красиво смотрится. Так, мы доходим уже до пляжного тела нашего любимого морюшка черного. И здесь можно увидеть, что у нас пляжики повыставляли. С левой стороны у нас обычно идет кусочек муниципалки, потом за ним идет пляж Феетрии. И отсюда я уже вижу немножко зелененький цвет моря. Есть волна. Это хорошо значит, что водоросли выкидывает. Прям обидно, когда ты идешь к морю и уже знаешь, что там водоросли. Мне сказали, что метров где-то 15 имеется. С правой стороны мы видим, что тоже уже все навесы, все поставили и готовы к сдаче. Осталось только людей сюда побольше нагнать. Время съемки видео 8 часов 45 минут примерно утра. Мы уже с вами наблюдаем первых отдыхающих. И действительно, я их понимаю и поддерживаю, так как сейчас на море лучше приходить пораньше. Потому что чем позже вы придете, тем, во-первых, больше людей на пляже, во-вторых, тем жарче будет. Потому что сейчас на 8 утра солнце припекает очень сильно. Я поэтому на свои плечи накинул полотенце. Ну и первая преграда здесь у нас это речушка-можепсин. Прямо интересно, даже ее температура. Ну, прохладненькая, честно. Мы здесь с детками тоже отдыхаем. Видите, она как в этом году пока еще живая. Ну, мне кажется, в дальнейшем она пересохнет, потому что ручеек все меньше и меньше становится. Но самое главное, наверное, чтобы в нее перестали сливать всякую гадость. Так, пляжи. Мы видим, что мусор немножко пособирали. Как можно сказать, они практически идеально чисто выглядят. И в море присутствуют водоросли зелененькие. Мне сказали, метр пятнадцатого. Дальше уже будет чисто. Мы сейчас с вами сразу же проверяем мою схему. Отойдем немножко в левую сторону и попробуем найти чистое море. То есть будем купаться не на самом пляже речки Можепсин, а чуть-чуть влево. Хотя я смотрю, там вправо, возможно, тоже есть. Но это более точно. Мы все разберем с вами с квадрокоптера. Ну, тоже муниципалка получается, потому что пляж называется Вагуна. Муниципальный это в плане того, что его сдали в аренду наши городские службы. То есть они уже предоставляют, там, каких-то взял Анапы в аренду этот пляж, именно городской, в аренду там ножички и все остальное. Да, зелень, конечно, не очень радует. Хотелось бы более чистого моря. Ну и смотрим, друзья. Вот я прошел в левую сторону. Здесь, вот видите, это камель. И можно, в принципе, идти с меньшим количеством водорослей. Я думаю, совсем чистые места сейчас будет найти сложно, потому что волны и есть небольшое течение вдоль берега. Водоросли прокачиваются. Есть такие индивидуи, которые говорят, там, приходишь, там, водоросли там есть или полчаса нету. Это можно говорить, что на конкретном месте неизвестно, как будет. Искать такой точно пляж будет самый чистый. Нельзя. Поэтому всегда приходится прийти и посмотреть по сторонам. Но водоросли из моря никуда не деваются. Только штормок выкидывают на берег, либо боковые течения, как сейчас, сбивают в какие-нибудь углы. И там они начинают перегнивать. Поэтому водоросли надо убирать, делать, как это делается в цивилизованных странах. Это бы очень сильно хотелось, чтобы и у нас происходило. Прям такая мечта голубая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Друзья, температура морюшка у нас 20 градусов. Температура в тени возле моря 24-25 там практически. Ну и вот такая водичка. Сейчас ходим искупаемся. Надеюсь, что все будет отлично. И мы попробуем искупаться в море. Надеюсь, что у нас все получится и все будет прям хорошо. Полетали на славу. По сторонам посмотрели. Чистое море. Тем, кто хочет прям от берега чистоту и красоту. 100% пляж Кавказ. Море, честно, сегодня, по крайней мере с утра сейчас прям прохладное. Почему вообще водоросли образовываются? Ну, где-то не справляется канализация, скорее всего. Потому что вода еще не прогрелась там до таких высот, чтобы море прям резко бац и зацвело. То, что они появились, это значит, что все плохие элементы, так сказать, переработаны в водоросли. Водоросли должны будут выкинуты на берег и либо в цивилизованных странах собраны. И потом все будет хорошо. То есть нам нужен шторм. А шторма будут в ближайшее время. И южак будет дуть сильный. И севера потом пойдут. То есть либо их отгонит от берега, либо наоборот придет. Водоросли здесь, видите, мы заходим. Здесь вот прям водоросли, водоросли, водоросли. Водоросли, водоросли. Довольно-таки большое расстояние. Повторяюсь, пляж Кавказ чисто прямо от города. И остается совсем несколько там, сказать, шагов. То есть глубина по колено. Чтобы понимали. И все. Смотрите, что начинается. Что начинается, ребята? Чистое море, прекрасное, классное, великолепное. Можно пить ему дефирамбе бесконечно. Но надо не пить дефирамбе, а делать вот так. Потому что именно такое должно быть море. Чистое море холодное. Сейчас яйца валюсь, молодой воздух. водичка просто пушка подумать по колено водоросли знаете самый главный плюс от водорослей во многие не понимают то что вода благодаря водорослям прогревается еще быстрее но не зеленые не прозрачные и как собирают себе тепло я думаю многие чувствуют когда заходишь в водоросли и они гораздо теплее чем вода дальше так что они еще как аккумулятор я что это плохо море чистится оно живое работает это великолепно сказать что многие хотят чистое море да побери гугляйте находите я вам показал сегодня пролет от пляжа я думаю что вы все увидели поэтому всем друзья хорошего отдыха самое главное знать как готовить анапу и отдыхать удовольствие допустим высокий берег там нет этих водорослей но вода будет попрохладнее такие дела у нас Продолжение следует... Продолжение следует...